с вами завершили спринт интеллектуальный мне кажется это было очень крутое мероприятие и опыт собственно говоря у вас возник использование когнитивных способов борьбы с когнитивными искажениями их множество как мы с вами знаем но всеми ими можно научиться пользоваться для того чтобы создавать новые точки входа на свое привычное обычное мышление потому что мы с вами существа только кажущиеся рациональными в действительности наше мышление не создавалось под задачи так сказать нашего мира цивилизованного мы все время хотели чтобы это готовились к миру естественной природы оказались в мире понятий логических конструкций других людей со своими собственными внутренними мирами и это конечно испытание для каждого из нас и мне кажется что очень важно чтобы мы поняли что обучаться мышлению это на самом деле очень важное дело вы не представляете сколько людей с огромным жизненным багажом с большими жизненными успехами особенно сейчас когда мы вошли по полосу неопределенности во время когда все непонятно и вообще как дальше будет все развиваться и и это касается как мира как такового так и технологий так и бизнес моделей которые реализуются сейчас и так далее сколько людей сейчас говорят о том что им нужно дополнительное образование в области мышления звучит это конечно как оксюморон потому что все мы думаем что мы думаем поэтому что нам учиться этому мышлению просто смешно на правда состоит в том что как управлять собственным эмоциональным состоянием это навык которому надо учиться и кто не умеет страдает комплексами психологическими проблемами разными сложностями точно так же и все что касается мышления в свое время когда я был еще практикующим психотерапевтом в нашей стране психотерапевтическая помощь ассоциировалась с душевными заболеваниями с какой-то значит стигма была такая называлась психиатрической репрессивной психиатрии пошел психологу значит псих вот и кто знает если бы небольшое количество популяризаторов которые рассказывают о психологии я свое время делал специальную программу для этих целей раньше если у кого-то была паническая атака или кому-то говорили что у вас не сердечные приступы а что-то с нервами это вызывало это вызывало ужас сейчас кочега это панической атаки все сразу таки боже как же какой как же живот вот это все значит и себе будут на помощи так сказать и все понимают о чем идет речь это результат повышения нашей психологической культуры который я отдал лет 15-20 жизни и сейчас я точно также понимаю как когда-то мы считали что любая работа со своим со своей психикой со своим эго со своими эмоциями со своими комплексами это что-то неправильное точно так же сейчас понимаю в каком дефиците межлетние все больше и больше людей жалуются на то что кругом одни идиоты что все никто не думаете дураки стали там и так далее вот и это не случайно потому что действительно среда информационных которой мы существуем она не самым лучшим образом так сказать сказывается на качестве наших с вами интеллектуальных процессов и функций и сохранить мышление а тем более развить его это вообще просто вызов вот и те кто смогут с этим справиться те кто смогут это добиться соответствующих результатов те конечно унаследует мир вот остальным к сожалению придется в нем дико и не сладко и сейчас я активно популяризирую само обучение мышлению но не только популяризирую но и создаю инструменты пошли как свое время я создал системную поведенческую психотерапию которая которая вот у меня же много всяких разных психотерапевтических и курсов и программы книжек вот это все результат очень большой работы по созданию системной поведенческой психотерапии где в основу впервые были положены принципы динамической стереотипии доминанты отношения знака значения именно это позволяет быть успешным вот этому направлению соответствующим технологиям она основана на знаниях о работе мозга нейрофизиологии в отличие от многих других очень уважаемых мною школ но которые просто являются теми или иными психологическими практиками вот сейчас я точно также занимаюсь я написал монографии по мышлению правил много исследовательских работ и сейчас подготовил большой арсенал самых разных инструментов вы возможно знаете уже мои факт карты это инструмент очень простой очень доступный вот хотя и для его освоения тоже требуется навык навык тоже для всего понимаете первый раз сели на велосипед вам нужен навык вы первый раз я не знаю у вас новый телефон появился вам нужен навык научиться им пользоваться там и так далее поэтому получение навыков это нормальная вещь ненормальная такая мы не учимся мышлению потому что это первичный навык по отношению ко всем и даже с точки зрения психотерапии первичный навык потому что только после того как вы разбираетесь в том что такое значит ваша душевная организация вы понимаете что без мышления просто с эмоциями психологическим проблем справиться невозможно невозможно есть на и в нужном мышлении вот поэтому я решил что в этом с этого года я начну этот большой проект и нашли с вами спринт прощай иллюзии это спринт который по большому счету просто показывает возможности и упражнения которые вы делали совсем не сложные они были направлены на нет некоторый набор на три всего когнитивных искажения они не требовали какого-то сверхъестественного от вас усилия но при этом многие я смотрел читал там сотни комментариев у нас под постами получили от этого какие-то инсайты какие-то понимания задумались о чем-то по-настоящему поняли что есть множество важных вопросов которые нужно продумывать более основательно более серьезно и это три когнитивные искажения внутри из 200 конечно я не планирую учить вас как решать задачи на 200 когнитивных искажений это просто абсурдно и неправильно и это не будет эффективно технологию которую я сейчас создал связанную с ловушкой мышления с когнитивными искажениями у меня несколько есть еще там все что касается критического мышления все что касается использования структурного подхода из дискурсов так называемый дискурс анализ и так далее значит но вот если говорить про когнитивные искажения мой подход такой значит у нас с вами есть набор базовых потребностей в рамках которых разворачиваются те самые когнитивные искажения эти наши потребности образуют сферы деятельности в которой мы находимся и собственно говоря зависимости от происхождения и сфер деятельности мы можем создать такую удобную комфортную классификацию когнитивных искажений которые преодолеваются единым инструментарем то есть нужно будет не 200 инструментов а 3 ну или при более как бы углубленном понимании вот которым мы будем заниматься на предстоящем курсе мастер мышления вот 3 3 и 3 еще 9 всего 12 подходов к решению когнитивных искажения которые мы будем осваивать постепенно с теми кто заинтересовался и для кого это важно я надеюсь что таких будет много потому что если мы говорим про наши когнитивные искажения это же основа наших ошибок проблем сложности и так далее не знать их это просто абсурдно вот но наш эфир с вами это не мои мои какие-то теоретические размышления на этот я просто хотел рассказать вам про ту работу которую я веду мне очень важно иметь здесь единомышленников потому что к сожалению мышление мышление продолжает быть такой темой для избранных и потому что большинству конечно проще зависнуть на каких-то простых темах на простых пабликах просто потреблять информацию многие испытывают профессиональные выгорания не находят в себе сил к тому чтобы развиваться когда ты перестаешь развиваться ты чувствуешь себя тоже как бы сказать потерянным растерянным и так далее а почему у всех сейчас профессиональные выгорания все из-за тех же когнитивных искажений будущее перестало рисоваться и возникает как бы сказать вот это внутреннее отторжение от любой деятельности потому что если мы что-то делаем мы рассчитываем на результат результат будет в будущем а если будущее перестало быть очевидным ну как бы внутренней мотивации на эту работу нет поэтому огромное количество людей страдает сейчас от отсутствия мотивации от демотивации есть целые такие как бы сказать целые движения например тихое увольнение тихое в кавычках это прямой перевод с английского где сотрудники увольняются с работы не увольняются с работы а начинают просто имитировать работу потому что они считают не видят смысла в ней но это же ужасная жизнь жизнь имитатора это дальше переключается неизбежно на все другие сферы вашей жизни на личную на отношение к самому себе как мы будем к самому себе относиться если мы притворяемся притворяемся работающими или притворяющимися вторыми половинами если мы не проживаем жизнь а имитируем ее это ужасная штука и мы сейчас просто со всем этим сталкиваемся по огромному кругу и я понимаю что когда я говорю про мышление в чем-то мой голос это глаз вопиющего в пустыне ну просто у нас слишком много и основная масса людей конечно не интересуется этой темой и вот переходит к этому такому информационно-потребительскому состоянию которое никак не помогает им улучшить качество их жизни и ведь мышление главное его определение да это то что что-то мышление это некая деятельность наша которая приводит к изменению в реальности то есть если вы мыслите просто абстрактно там это возможно если это в рамках какой-то абстрактной задачи ну абстрактно не в плохом смысле а в таком естественно научном ну условно говоря вы формулируете какую-то теорию в рамках своей специальности вы занимаетесь математикой или какими-то другими интеллектуальными работами да вот но это тоже меняет реальность математика так изменила реальность что значит я сейчас часто про это рассказываю потому что мы в этом именно году переживаем тот самый качественный скачок раньше мы говорили только про глубокое машинное обучение по интеллектуальных системах в так называемом машинном интеллекте но его называют искусственным я его называю машинным вот в машинном интеллекте качественный скачок генеративные модели чат GPT который сейчас стал доступен и все могут попробовать на самом деле соответствующие аналогичные продукты с значительно большим функционалом запущены другими площадками значит презентуют сейчас запрещенные в россии мета значит это свой невероятно мощную генеративную модель брейн пейдж с брином вернулись в гугл хотя в общем находились на пенсии и сейчас гугл будет презентовать свой продукт точно такой же генеративные модели работающие в рамках вот этих интеллектуальных помощников которые создают сейчас программы китайская компания сейчас китайский рынок несколько движений в этом направлении происходит предлагают нам обещают уже в общем сейчас презентовать это все эти свои продукты это что такое мы будем иметь интеллектуального помощника который будет решать за нас интеллектуальные задачи от копирайтера и дизайнера до программиста и юриста то есть мы сейчас получим абсолютно такой полноценный разно специализированный искусственный интеллект ну не получим мы его получили уже вот и это значит что огромное количество людей сейчас окажется без профессии огромное количество людей окажется без работы огромное количество людей просто не выдержит этой конкуренции мы сейчас находимся в фазе радикального перехода о котором я рассказывал в книге четвертая мировая война хотя надо мной подсмеивались но я бы плакал а я плакал когда ниже плакал вот я плакал вот потому что это наивное примитивное непонимание того что происходит в мире в мире технологий просто свидетельствует о ужасе кругозора и дефектах мышления вот но кроме этих моих размышлений мы сегодня с вами безусловно я значит с вами да и мы в общем будем в конкуренции сейчас с этим искусственным интеллектом сейчас происходит невероятные вещи и сохранить мышление сейчас это единственный способ человеческое мышление специфическое наше мышление это значит обеспечить людям и человеком собственно говоря нам с вами возможность выживания это реальная четвертая мировая война вот да ну и я не буду вас тут запугивать это мои переживания но я их открыто рассказываю я пишу про это книги и четвертую мировую сейчас написал дух времени третья мировая война в которой я рассказываю что происходит сейчас и как мы собственно говоря идем навстречу последствиям этой третьей фактической третьей мировой войны с фундаментальными геополитическими изменениями и изменениями владения людьми вот потому что после глобализации людьми завладели цифровые ресурсы и сейчас государство борется за то чтобы отвоевать людей у этих ресурсов то есть за что вы хорошо я думаю наблюдаете значит цифровой мир сопротивляется пытается вводить свои валюты свои паспорта в виде идентификации айди различных там и так далее это это фундаментальная трансформация мышление сейчас это самое важное что я могу сделать для людей дать инструменты соответствующие поэтому я тут работаю сейчас с удвоенной тройной силой без выходных я очень надеюсь что количество людей которые будут к нам присоединяться все-таки увеличится потому что хочется иметь единомышленников хочется иметь тех кто понимает что все что происходит в мире кто понимает почему разлаживаются отношения между людьми почему возникают конфликты почему увеличивается уровень агрессии и так далее то есть все это необходимо осознавать понимать и так далее ну ладно я просто делюсь с вами своими переживаниями наверное может быть это немногим интересно значит надеюсь вам будет интересно сегодня что после того как я эту вводную часть закончу мы с вами перейдем к конкретным кейсам вы писали свои вопросы команда мастера мышления и Центр интеллектуальных практик суть вещей значит обработал весь этот объем и у нас будет сегодня три героя с которыми я прямо в прямом эфире здесь при вас пообщаюсь мы обсудим их жизненные ситуации посмотрим как иметь как знание когнитивных искажений помогает справляться с теми проблемами которые в жизни все проблемы в целом достаточно универсальны меняется только их внешний как бы сказать антураж суть этих когнитивных искажений она универсальна вот да ну и после этого я еще отвечу на вопросы которые у вас накопились которые вы будете задавать во время эфира значит и мне кажется важно это такое прямое непосредственное живое общение для того чтобы поговорить о по-настоящему важном вот потому что по-настоящему важно сейчас конечно сохранить мышление и способность думать способность критически оценивать происходящее способность эффективно использовать имеющиеся у вас ресурсы для того чтобы не проиграть в этой большой жизненной игре которая сейчас с каждым мигом совершает просто нечто невероятное и не укладывающиеся наверное в голове тех кто про это об этом перед этим не думал но опять же хочу ответственно заявить что все эти тенденции были понятны и мы четко идем по плану я часто показывал на своих лекциях раньше график который разработал Сергей Петрович Капица был такой выдающийся популяризатор науки член-корреспондент академии наук выдающийся исследователь физик отец его знаменитый физик Петр Капица и Сергей Петрович занимался вопросами демографии изучал как количество увеличения работающих мозгов в мире и уровень их образования приведут к точке в которой технологические инновации будут появляться быстрее чем они могут быть введены в практическую жизнь он считал что это приведет к коллапсу и дата этого коллапса приходится на 2027 год я про это рассказывал в лекциях показывал этот график объяснял почему это будет происходить но популяризировал уже знания которые сделал Сергей Петрович он умер уже лет 10 нет меньше а может господи путаюсь со временами вот эти его идеи но мы вот как бы находимся сейчас в точке в которой если мы не разобьем мышление нас ждет чудовищное дело вот значит поэтому мы сейчас вернемся еще поговорим о значит кейсах конкретных человеческих проблемах с участниками нашего нашего вот этого эфира вот но я бы хотел еще просто три слова сказать о спринте который вы прошли значит ну он что важно важно что почему когнитивные искажения темы которые она на самом деле объединяет целый ряд вещей что когнитивные искажения есть те которые связаны с нашим биологическими инстинктами а это собственно говоря моя основная специализация нейрофизиология психиатрии психотерапии да и поэтому там эффект владения там ну множество когнитивных искажений ну в частности мы смотрели эффект владения это связано с нашими эволюционными настройками и собственно говоря поэтому они требуют одного подхода дальше когнитивные искажения которые связаны с особенностями работы нашего мозга например вот ошибка выжившего про которую здесь вы узнали это связано с особенностями работы мозга потому что он анализирует только ту информацию которую у него получил есть его у него нету конструкции которая говорит ему из чего вся система состоит и поэтому вы всегда имеете только с частью дело информации вот и когда вы в информацию попадает только то что добежало да только те кто выжили вот а что там происходило по дороге ну сказать сложно вот надо производить раскопки но именно это самое важное для того чтобы понять в общем как реализовывать ту или иную практику решать те или иные задачи и так далее вот ну еще у вас было как не было когнитивное искажение посвященное вот бездействию да недооценки бездействия значит это на самом деле связано с нашими социокультурными установками я напомню вам такие высказывания как побежишь людей смешишь семь раз отмеряем раз отрежь значит ну и так далее на самом деле огромное количество то есть у нас в культуре существует много охранительных процедур которые ну они выполняют свою охранительную функцию но хорошо понимать в этот момент то что если вы что-то не делаете когда надо бежать вот я говорю сейчас бежим замышляем ну может еще подождем вот да и это сейчас да и культура охраняет в этом есть плюс кого-то она защищает таким образом но этот плюс надо всегда соизмерять с оценкой последствий бездействия потому что бездействие тоже является действием семь раз отмерь это действие действие по неотрезанию вот поэтому этих культурных таких инвазий в наше сознание сделано множество и они зачастую нас удерживают от решений которые необходимо принять и по массе других поводов социокультурные вещи связаны с тем как мы людей оцениваем по внешности там не знаю как мы относимся к представителю полу например в зависимости мы считаем что если там человек мужчина то он будет действовать так то если человек женщина будет действовать так то конечно особенности половой сексуальной психологической жизни мужчин и женщин отличаются безусловно но они при этом еще являются человеками человеческое измерение есть и у мужчин и у женщин но мы начинаем это игнорировать когда мы только оцениваем по полу и это опять таки социокультурное когнитивное искажение потому что именно социокультурные факторы определяют как мы относимся к человеку того или иного пола вот и это тоже прошитые вещи и хотя феминизм является в целом достаточно деструктивным в основном течением к сожалению но он абсолютно оправданно констатирует факт женщины зарабатывают меньше на тех же должностях что мужчины женщин хуже продвиняются по социальной лестнице руководители отдают предпочтение мужчинам когда назначают их на должности почему потому что действуют когнитивные искажения социокультурного вида вот поэтому вы посмотрели видите на когнитивные искажения из разных сфер и почему вот важно самое это начинать мышление с осознания когнитивных искажений потому что во-первых это дает понимание того что вы нерациональны и вы допускаете ошибки это нормально вот но это и это неплохо если вы про это знаете если вы про это не знаете это катастрофа вот потому что вы будете допишать совершать ошибки упорствовать и удивляться почему все не так как вам хочется это пункт первый пункт второй значит про когнитивные искажения почему это важный вход потому что когнитивные искажения учат нас вскрывать свои ментальные модели все мы с вами создаем модели реальности собственно говоря мышление и вообще мозг был создан для того чтобы мы моделировали реальность и под эти модели подбирали те действия которые в рамках как нам кажется логики этой модели должны привести нас к выживанию продолжению рода там и так далее вот то есть у нас множество когнитивных моделей в голове значит ментальных моделей модели мира карт реальности назовите их как угодно значит эти карты реальности мы воспринимаем как реальность вы не понимаете что может быть по-другому вы можете на рациональном уровне понимать что все сложнее но вот у меня так значит и их не вскрыть вот когнитивные искажения ничем они хороши это как такие скальпели которые помогают этот надутый шар вашей субъективной ментальной модели разрезать для того чтобы туда попала информация в большем объеме который позволит вам вашему мозгу думаем мы нерационально думаем мы подкоркой то не подкоркой дефолт системы то есть мы думаем подсознательно вот я про это много рассказываю в чертовых разумах книжки но все кто меня слушает про это уже должны знать значит соответственно для того чтобы мы стали думать по-другому мы должны где-то вскрыть противоречие взломать существующую ментальную модель ее разъять и чтобы в ней образовались места куда вы сможете добавить важные факты и тогда ваша ментальная модель перестроится вы получите более точное представление о том что происходит на самом деле и ваши действия будут точнее вот поэтому если мы говорим про вторую ценность самой этой логики когензивных искажений это то что они позволяют нам взломать очевидность взлом а что такое тупик все понятно не знаю что делать все 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 вроде логично а все плохо почему ну есть много объяснений но объяснение не помогают изменить это почему в лучшую сторону когнитивные искажения и работы с ними значит это то что взламывает появляются дополнительные факты открываются глаза вот поэтому это очень мощный такой хирургический инструментарий в отношении наших сросшихся у кого-то уже совершенно заквистенелых ментальных моделей даже когда вы с кем-то разговариваете и что-то он вам рассказывает и вы обнаруживаете что он остался оказался например заложником когнитивного искажения ошибка выжившего вот вы же можете легко как бы его допровергнуть или поставить его в тупик в тот самый интеллектуальный когда вы скажете ага понятно но это те случаи которые мы с тобой изучили которые очевидны которые на поверхности а сколько всего людей там это делало и потом выясняется что в соединенных штатах 53 процента молодых людей хочет стать музыкантами и артистами от сцены музыкальной 53 процента больше половины сколько вы знаете звезд в америка сколько ну много но по сравнению с половиной америки ну ничтожное количество это ошибка выжившего 73 процента значит выпускников школ значит не хотят работать в будущем на дядю они хотят видимо свой бизнес завести какой-то да так я понимаю но вы можете себе представить бизнес бизнес в котором работает две трети по одному человеку бизнес это когда вы работаете в коллективе есть люди бизнес предполагает я прошу прощения эксплуатацию рабочей силы но так по марксу и по факту там и так далее но по крайней мере ее аккумуляцию создание для них условий чтобы они что-то произвели это что-то было продано там и так далее но как бы все равно нужны люди 73 процента собственников бизнеса ну на мой взгляд это какой-то явный перебор вот сколько реально бизнесменов вы посмотрите сколько реально успешных предпринимателей и соотнесите их с двумя третями населения если бы это было общим правилом это невозможно этого не может быть вот то есть вы знаете когнитивные искажения и можете просто взять взломать как бы сказать то как думает ваш собеседник но самое главное конечно это работать со своей интеллектуальной машиной она у нас должна быть безупречной так сказать а безупречность она начинается собственно с этих когнитивных искажений ну вот значит первое это значит я вам рассказываю зачем нужно знать когнитивные искажения когнитивные искажения забыл что сказал вам первое хорошо в общем и третье что я должен вам сказать слава богу что я еще по крайней мере это способно удерживать в голове значит третье что важно про когнитивные искажения когнитивные искажения это агрегирует в себе опыт самых разных дисциплин значит для того чтобы работать когнитивными искажениями они эти когнитивные искажения их разрабатывают самые разные как я говорю дверь я не учитываю огромного количества вот потому что в социальной психологии часть рассматривается как когнитивные искажения Часть нет, хотя они являются полноценными когнитивными искажениями предубеждения, рациональной установки и рациональной установки и так далее. Вторая составляющая – это разные дисциплины. Философии есть множество. Это то, что называется мысленными экспериментами. Целые технологии, их большой любитель, он их называет насосами интуиции. И он показывает, и по большому счету, это тоже инструментарий, связанный с когнитивными искажениями, которые не учитываются. У нас учитываются, а под брендом когнитивных искажений не проходят. Поэтому я использую как аналоги формулировки когнитивные искажения, ловушки мышления и иллюзии. Это, собственно говоря, речь идет о огромном массиве наших нейробиологии, когнитивной психологии, социальной психологии, философии, культурологии, любая политология, маркетинг, поведенческая экономика и так далее. Я могу перечислять массу дисциплин, каждый из которых производит знания о когнитивных искажениях. И теперь задумайтесь, если это так, если из этих всех бесконечных областей, эти же области охватывают разные части нашего существования. Поэтому прелесть когнитивных искажений, что если мы находим их универсальные формулы, они становятся применимы к личной жизни, к психическому собственному здоровью, к отношениям с коллегами, друзьями, сотрудниками, начальниками, клиентами, подрядчиками, собственниками. Я не знаю, из любой сферы, учителями, врачами и так далее. То есть со всей человеческой структурой, как вы людей не поделите. И третья составляющая – это правильная установка себя в мире. На курсе мастер-мышлений мы будем использовать так называемые контурные карты жизни, которые составляют работу с собой, работу с другими и работу по созданию целостной модели своего понимания мира. И в этом смысле когнитивные искажения, универсальность этого хода – это еще одно важное дело, почему надо с этого дела начинать. Поэтому я думаю, что это правильное решение. И наш Центр интеллектуальных практик «Суть вещей», наша школа мышления, она начинается с этого большого такого, большой такой амбициозной задачи. Ну вот, я вам рассказал про актуальность мышления. Я снова чувствую себя, конечно, человеком, который… Знаете, вот мне все время нужно было людей убеждать раньше, что у них есть личная жизнь, душевная жизнь, психологическая. Что есть разные способы улучшить психическое состояние, что есть возможность со всем справиться. И я вот это все объяснял, рассказывал. Даже не представляете, в 90-х годах даже было сложно подписаться врачом-психотерапевтом в газете. Вот, потому что сразу шикали. И я издавал статьи, в которых рассказывал про различные психические состояния по блату. Вот, мне помогали пациенты, которые могли повлиять на редакторскую политику каких-то изданий. Вот, чтобы там разместить мою колонку, где я рассказывал про это. Сейчас это трудно представить, что такое может быть. Когда я делал программу на телевидении, ну, вообще, в принципе, телевизионщики не понимали, что это такое, зачем это нужно, кто это будет смотреть и так далее. То есть, я сталкивался с удивительным таким, как бы, единодушием. То есть, люди, которые столкнулись с каким-то психологическим проблемой, ну, сталкиваются-то многие. Но, дошли до психолога, до психотерапевта, они, конечно, радикально меняют свое мнение об этих дисциплинах. Вот, но, если мы говорим про, значит, массовое такое сознание, оно было совсем не на стороне психологии и психотерапии. Да, даже толком психологов не было на телевизионных экранах, даже в качестве экспертов. Вот, но единственная, может, программа была, где были психологи, я сама ее в мини-шоу-то вела, и там, значит, какие-то психологи выступали. Вот, но так, чтобы, причем как сторона спора. Вот, и это была, конечно, большая работа, эту стену пробить. Вот сейчас у меня ровно такое же ощущение о мышлении, потому что слово мышление вводит в заблуждение, как и слово психологии, потому что многие люди считают, например, себя прирожденными психологами. Значит, ну, о чем они говорят в этом случае? Значит, они говорят о том, что у них есть какая-то социальная рецептивность, повышенная чувствительность, которая позволяет им лучше понимать какие-то жизненные ситуации, обстоятельства, в которых оказываются люди. Но психология – это не просто навык понимания этих ситуаций. Психология – набор знаний о том, как работает психика, и, соответственно, инструментов, которые позволяют на эту психику повлиять. То есть все считают себя, человек может считать себя психологом, и поэтому, почему он будет с кем-то, значит, по поводу непсихолога, зачем ему какой-то другой психолог. Так и с мышлением у нас, всех ощущениях, что мы мыслим. Вот, хотя на самом деле мышление наше оставляет желать лучшего, но мы даже про это не знаем. Вот эти когнитивные искажения – это же такие простые штуки, они настолько лежат, казалось бы, на поверхности. И даже люди слышат про них, и даже они как-то подумают, ну да, логично, может быть такое когнитивное искажение. И после этого идут и наступают на соответствующую граблю. Так, Сергей, поднимайте руку. Да, добрый день, добрый день. Очень приятно попасть к вам в прямой эфир. Спасибо за эту возможность, за вашу работу. Моя история следующая. Мне 38 лет, возраст близко к 40. За это время у меня появилась прекрасная семья. У меня супруга, дети, дом, машина, последний айфон. Ну, в частности, это благодаря тому, что я последние 15 лет упорно занимался своим делом, бизнесом. То есть закрыты базовые какие-то потребности. И были, конечно, и проблемы за это время, за время становления. Но я чувствовал много энергии, я справлялся со всем достаточно легко. То есть, ну, насколько бы большие проблемы не приходили, я находил энергию, находил силы, я какие-то мысли находил. И преодолевал это, и думал, что так будет продолжаться, ну, пусть не вечно, но достаточно долго. Вот. А последние несколько лет я заметил, что начинать новые проекты все сложнее и сложнее. Мозг задает вопрос, зачем. И ответа я на него не нахожу, и получается такая апатия, какая-то непонятная лень, тяжело даются вещи новые, тяжело развиваться. Я пытался отвлечься какими-то занятиями, я научился играть на гитаре, ездить на мотоцикле, что еще там, лыжи. Мы вот этим летом пойдем на Эльбрус, но все ощущается как какое-то хобби, то есть нет такого драйвового занятия, то, чтобы меня двигало так, как двигало в мои там 30-35. И, соответственно, я чувствую, что хожу по кругу и не могу найти выход из этой ситуации. И у меня вопрос, как найти какие-то новые смыслы, чтобы более активно двигаться дальше в жизни и ощущать тот драйв, ту энергию, которая была раньше. Спасибо. Я сначала несколько уточняющих вопросов задам, хорошо? А у вас как-то менялась направленность вашей деятельности во время построения карьеры этой предпринимательской? Нет, нет, я все это время занимался одним делом. Секрет? Не секрет? Нет, 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 это мебельная фабрика. Так, как она росла? Она росла, вы знаете, замечательно, то есть был рост, постоянный рост. Я развивался, развивалась фабрика, развивалась наша сеть. Мы продаем мебель во всей России. То есть на сегодняшний день я работаю достаточно, ну, успешно, учитывая все те нюансы, которые сложились в последнее время. Вот, это не фонтан, но мы спокойно работаем, продолжаем свою деятельность, обеспечиваем ее. Вот, поэтому это была одна, и она остается продолжительной, эта деятельность. Вот, вложено очень много сил, энергии, моего времени туда. И вот все тяжелее и тяжелее двигаться в этом направлении, как-то это все зажигать охотилось было. Понятно. Я понимаю, что мы одни сплошные ложные воспоминания, но если представить вас в более молодом возрасте, 30, может быть, даже пораньше лет, вот когда вы занимались этим делом, как вам рисовалось будущее? Вы знаете, страшно сказать, но те, то будущее, которое я представил себе 10 лет назад, оно сейчас реализовано. И вот, может быть, из-за этого тоже, как бы, нет следующих каких-то идей, мыслей, целей, которые бы меня вот еще лет на 10 бы так бы зажгли, что я бы, как я не знаю, как ракета бы дальше ликит. Но то, что было придумано, оно сегодня воплощено, хотя 10 лет назад, да, я это с улыбкой произносил, как, ну, что-то невозможное, как, ну, давайте просто представим, окей. Да. Да. Что для вас тогда было важно, почему вы хотели это делать? Тогда мне было интересно, тогда был какой-то у меня вызов, смогу ли я. Моя, конечно, уверенность была, начиналась там от минус одного, и с каждым шажком она добавлялась и добавлялась, помее каких-то мелких, более крупных успехов. Но это был вот именно тот такой игривый интерес, смогу-не смогу, самому себе. Ну, плюс, конечно же, там какие-то бытовые вещи, там, ну, опять, купить машину получше, да. Ну, да. Такие цели. Да. А как вы думаете, почему у вас возник этот внутренний вопрос, смогу-не смогу? Почему он возник? Хороший вопрос. Ну, у нас просто мало времени для такого. Вы подумаете про это на досуге, вот, но на самом деле, когда такой вопрос возникает, почему-то есть ощущение, ну, какой-то внутренней неуверенности, которую нужно преодолеть. Вот, она у всех у нас формируется, потому что мы приходим в этот мир слабыми существами и очень долго находимся в состоянии занятия. В зависимости от взрослых, мы можем принимать самостоятельные решения. При этом мыслим уже, так сказать, глобально дети могут размечтаться сверхсильно, но при этом реальные их возможности очень ограничены. Даже купить себе ничего не могут там, еще что-то. Вот, и вот это ощущение, собственно, какой-то нашей неполноценности детской, так ее Адлер называл, значит, оно потом реализуется сверх компенсацией. То есть мы ищем возможность, каким образом, значит, это дело преодолеть и справиться с вот этим чувством, чтобы сформировать эту внутреннюю уверенность. Можно ли сказать, что это правильная мотивация? Ну, да, она хороша, вот, потому что она позволяет нам многого добиться. Но это ваша мотивация не внутренняя, а это ваша мотивация извне. Вам дали почувствовать себя недостаточно уверенно в себе, и вы, как бы, доказывали миру, что вы вполне состоятельны. Более того, вы даже сейчас, понимаете, все время доказываете. Игра на гитаре, значит, Эльбрус там и так далее. Вы как будто бы сдаете этот экзамен. И эта жизнь, которая, ну, как экзамен для других людей, она не может долго приносить радость. Сначала, когда первый раз ты сдаешь и побеждаешь, ну, как бы, в этот момент ты чувствуешь такую сатисфакцию. Ты, как бы, добился того, чего хотел. Вот. Дальше мотивацию нужно обнаруживать не из этих внутренних конфликтов. Нужно ее исходить из ценностей, что для вас в этой жизни важно. Важны в этой жизни немногие вещи. Важны другие люди, близкие нам, да. Важна какая-то наша социальная миссия, которую мы осуществляем для других людей. Важен у нас собственный внутренний духовный рост. Вот сейчас вы столкнулись с его испытанием, потому что он, как бы, вам сказал, а знаешь, все это была обманка, ты никуда не пришел. Извини. Вот. И это один из таких классических кризисов внутреннего роста. Вот. Поэтому, на самом деле, сейчас время вопросов, которые надо задавать самому себе. Потому что сейчас вы выполнили ту программу, на которой вы были созданы культурой, обществом. В чем основной кризис, собственно, там, в 30 лет кризис, это ожиданий таких романтических. Мы, как бы, приходим к пониманию того, что это немножко не так, как нам все казалось. Вот. А к 40 годам мы выполняем такое свое естественное предназначение с точки зрения профессионального. То есть, как бы, половина, как бы, профессионального пути пройдена с 20 до 40, 20 лет. И, значит, соответственно, следующие 20 лет. И в этой истории это вот этот вызов теперь самому себе, как обрести самого себя в своей деятельности. Не для кого-то работать, не для семьи, не для мамы, папы, там, учителей, наставников, там, и так далее. А как научиться и с себя работать, и для себя. Вот. И это такой сейчас у вас полноценный кризис личностной перестройки. Вот. И, конечно, все это всегда открывается, когда мы задаемся вопросами про когнитивные искажения. Сейчас я вам расскажу фокус, который мы произвели, да. Значит, вы мне рассказываете, что проблема в том, что нету мотивации. При этом, очевидно, есть мотивация, потому что вы чего-то хотите с этим сделать. Вы даже оказались у меня на эфире. Поэтому, когда вы говорите этому, я сопоставляю факт, что вы на эфире и говорите про это. И факт, что у вас ее нету. И я понимаю, здесь у нас когнитивные искажения, противоречия. После этого я задаю вопрос, значит, относительно того, в какой момент у нас это происходит. Ну, вы это сразу сказали, там, года три назад. Я говорю, ну, а давайте еще чуть-чуть отмотаем и посмотрим, что нас там мотивировало. Вот. Если вопрос о мотивации, проблемы в ней, ну, давайте с ней разберемся. И выясняется, что мотивация, она была вот такая психологическая борьба за становление себя самостоятельным человеком, который может сам себя обеспечить, который способен организовывать сложные вещи, который заслуживает уважения и так далее. Значит, вот мы увидели, что это вообще не было связано с работой. Да, и вопрос сейчас, собственно, сейчас уже мы должны думать про то, как разложить свою жизнь сейчас на составляющие, понять, что вам действительно сейчас приносит радость. возможно поработать со страховым поражением, потому что, как бы, если что-то сделано, то оно едет, ты его не трогай. Значит, что едет, то не трогай. Известное правило в бизнесе, да, вот. Начинать что-то новое непонятно, да. Образ будущего сейчас тоже отсутствует, там, и так далее. Вот, и это те вводные, с которых нужно начинать думать. Дело не в мотивации. Она у вас есть, потому что мотивация – это просто психическая энергия, которая вырабатывается. Если бы вы залезли в угол и перестали бы отвечать на звонки, мы бы могли диагностировать потерю мотивации. Вот, но вы пытаетесь штурмовать вершины, горизонты, там, и так далее. И это, ну, очевидно, свидетельствует о том, что этой внутренней психической энергии у вас достаточно. Вопрос, куда ее направить и как ее это правильно сделать. Но мой тут, как бы, товарищеский совет, да, перестать играть в игру, которую, там, задали наши годы юности, взросления. Вы отработали свою программу, выполнили, что называется, сына родили, дом построили, дерево посажено, там, и так далее. Сейчас время, когда вы должны понять, что, во-первых, работа вам необходима для того, чтобы вы просто тратили психическую энергию осмысленно. Вот, вам важно, чтобы была обратная связь от того, что вы делаете, потому что просто подъемный Эверест, ну, как бы, ну, все повосхищаются, но это не та же самая обратная связь, которую вы можете измерить, так сказать, и увидеть, что в реальности сеть увеличилась, там, что-то новое стало происходить, там, какие-то новые процессы пошли, там, и так далее. То есть вам нужна эта работа для просто внутреннего ощущения своей занятости и деятельности чем-то фактическим. Но с точки зрения мотива, мотив у вас четко абсолютно сформулирован. Я хочу себя найти. Вот сейчас это нужно будет просто себя найти в рабочих. И найти для себя, ну, мы – это то, что для нас важно. Для меня важно, там, заниматься мышлением, там, сейчас. Для меня такая сверхважная задача. Вот. Что я только, так сказать, не слышу по этому поводу, начиная от того, что мышление не продавался, заканчивая, значит, со словами, что, там, кого сейчас можно обучить, они все уже деградировали окончательно. Вот. И я такое, как бы, несмотря на это, продолжаю двигаться, и это приносит мне чувство внутренней, внутренней, как бы, цельности собственного существования. Потому что смысл жизни – вещь такая гипотетическая. Смысл есть у действия, у высказываний. Вот. Но когда это ваша внутренняя цельность, даже вопрос о смысле жизни не стоит. Для вас это важно просто, вы это делаете. Переходим в такую статус портоса. Я дерусь, потому что я дерусь. Вот. Я это делаю, потому что мне это лично важно. Вот. Поэтому я бы сейчас вот эту ментальную модель перестроил, разговор про мотивацию закончил, вот, и подумал бы о приложении собственных сил, собственной мотивации к себе, к деятельности, которой вы заняты. Может быть, какой-то другой дополнительной деятельности, там, к каким-то еще вещам. Вот. И ни в коем случае не бояться новых вызовов. Вот. Потому что самый большой вызов – это недооценка бездействия. Вот. Вот сейчас у вас есть фабрики, значит, через пять лет будет 3D-принтер, который будет выплевывать это, и вы с удивлением обнаружите, что у вас больше нету фабрик. Вот. Поэтому мы живем слишком в этом смысле и время радикально. И больше ничего никогда не будет навсегда. Вот. Хорошо? Это самое главное. Только это позволяет нам думать и решать задачи. Желаю удачи вам. Ага. Счастливо. Счастливо. Ага. Да. Сейчас у нас Екатерина. Я думала, что буду иллюстратором. Потом я пыталась изучать кинематограф, документальный, художественный. И во всем этом я себя как-то пробовала параллельно на работе. И сейчас, в данный момент, я поняла, что, видимо, какой-то происходит тупик в мышлении, потому что вот это все время ощущение, что я сейчас могу соскочить с основной профессии в некую более интересную для меня творческую деятельность, меня как-то спасет от той скуки и какого-то неудовлетворения основной профессии, которая накапливается уже 13 лет. Вот. Поэтому я сейчас как вот такой товарищ у камня на перепутье, потому что, по-моему, я могу кардинально менять профессию, и я знаю, что я выучусь, я уже получила диплом дополнительного образования по иллюстрации. Или я могу синтезировать накопленные знания, совмещать их со своей текущей деятельностью, и доказывать, ну, то есть забыть про все свои творческие потуги и продолжать доказывать в этом, ну, скажем так, мире бородатых мужчин о том, что я тоже, в принципе, могу что-то сказать значимое в этой области. Катенька, а вот вы говорите, скука. Скука, она из чего складывается? Ну, скажем так, мне интересна политическая теория, мне интересны вот эти аспекты, но их достаточно мало, где можно применить. И для того, чтобы их применить, нужно прилагать какие-то дополнительные усилия, о которых вы вот сейчас, допустим, рассказываете, как промышление. Нужно пробивать тему. Есть ли у меня силы, нет ли у меня этих сил? Пока что не чувствую. Но пока вы говорите о неуверенности, а не о скуке. Это же какая скука, если столько внутренней борьбы происходит. Нравится, надо пробивать, не уверена, что смогу. Это не скука. А где скука? Вот, видите, какие когнитивные игры терминологически. Получается, что нет скуки, да. Согласна. Так, теперь вопрос. Значит, у вас какие-то цели вы с собой перед, у себя перед этой работой начали заниматься? Вы какие-то цели перед собой ставили? Какая у вас была такая настроенность? Вы к чему хотели прийти в результате? Вы имеете в виду мою основную профессию? Да, да, да. Ой, ну как сказать. На самом деле, моя профессия – это доказательство моему родителю о том, что я могу защитить кандидатскую диссертацию. Сейчас появился запрос докторской диссертации. И, в принципе, я бы, может быть, и не против ее защищения. Но вот это не надо доказывать, что да, я тоже могу. Но не себя, а каким-то другим людям. Научному руководителю, папе. Но при этом вам нравится сама эта область? Теория мне нравится, да. Теоретические изыскания я люблю. Ну, докторская, она по требованиям ВАКа неизбежно должна содержать какие-то системные размышления об области, которые вы представляете. Я понимаю, что диссертация – это, конечно, всегда такой в чем-то формальный труд. Вот, но не может ли быть, что вы просто сейчас уже все доказали с одной стороны, а теперь просто у вас сохраняется этот паттерн так думать о себе, хотя в действительности вы можете уже принять решение это делать или не делать. И вопрос вашего действительно интереса, вашей вовлеченности. Может такое быть? Да, видимо, я в чем-то зависла. И вот сейчас я поняла, что есть важный аспект. Вы тоже говорите очень много на лекциях о гендерных аспектах. И честно вам скажу, вот прямо сейчас как честно, как есть. Будучи женщиной до 40, я не уверена, что ко мне будут серьезно относиться как доктор наук в политических науках. Такой большой камень преткновения, который внутри в мышлении я пока преодолеть не могу. Так, теперь давайте поговорим про ваше увлечение. Вы их так как бы обозначили. Вы себя в каком виде вообще в них представляете? Как кого? Как человек, который что чувствует в связи с этой деятельностью? Ну, это максимально сложно сформулировать. Я занимаюсь... Давайте, пытайтесь. ...сформулировать это. Мне очень нравятся визуальные аспекты. Я не очень люблю работать с текстами, но мне нравится работать с визуальными образами. И чувствую, иногда даже в состоянии потока мне вот при работе с этими образами легче войти, чем при работе с текстами. Для меня это важный маркер. И в какой-то момент я подумала, что, может быть, можно это совмещать. И я, наверное, чувствую себя как человека, который создает некий объект и чувствует удовлетворение того, как он этот объект создал. Ну, сейчас вы мне рассказываете про хобби, потому что вы мне рассказываете не про то, какую пользу вы можете принести другим людям. Вы рассказываете, что пользу у нас покупают только то, что полезно. То есть мы всегда, ориентируясь в своей работе, мы ориентируемся на людей, которым это может быть нужно. Мне не самое интересное занятие, условно говоря, писать какие-то посты и так далее. Я бы лучше книжку, например, написал сложную или еще что-то поделал. Но я понимаю, что для аудитории важна именно вот такая моя деятельность. И поэтому работа – это то, что делается для других. Я понимаю, что они будут получать от результатов моей работы. В вашем случае, как вы видите себе своего условного потребителя? Потому что потребителем может быть и работодатель, потребителем может быть непосредственный потребитель. Кто ваш потребитель? Ну, по всей видимости, люди, которым нужны определенные изображения, если говорить про иллюстрацию. Люди, которым нужны изображения для статей, изображения для каких-то обложек, для книг, для открыток. То есть пока это такая достаточно абстрактная опция. Потому что мы говорим, что есть какие-то люди, которые в целом используют этот визуальный контент. И мы, соответственно, сможем его создавать. Правильно? Да, все верно. На самом деле таких людей нет. Есть конкретные должности, задачи, которые решают существующие производственные коллективы. Или какие-то как-то работающие в этом направлении предприятия. Что вы про них знаете? Ну, в целом я знаю, что можно работать фрилансером, можно устроиться на ставку иллюстратора в агентство, в рекламное агентство, можно работать в издательстве. Что вы про эту работу знаете? Не всегда эта работа приносит достаточно денег. Если вы снова про себя говорите, про работу. Что я про эту работу знаю? Так, попробуем вытащить из тумана. Да. Есть определенные тренды в этой области, которые могут быть модными. За ними нужно следовать для того, чтобы быть востребованными. Это вы говорите про профессию, а не про работу. А, ну, тогда получается, что я не очень знаю, что-то конкретно про работу. Да, есть некоторые нюансы, да, что у нас просто есть большое слепое пятно в области того, что такое непосредственно работа, значит, ну, вот данные, касающиеся дизайна, создания какого-то визуального или аудиовизуального материала. Значит, это важно понимать. Потому что после того, как вы узнаете, что это за работа, то вполне возможно, вам покажется, что защита диссертации – это не такое трудоемкое занятие, как попасть в ожидание клиента, который имеет свои вкусы, свои предпочтения, и вам кажется, что хорошо так. А он, ваш работодатель, вообще видит все иначе, и видит ужасно. Вы должны делать что-то предельно на ваш эстетический вкус отвратительное, но там, издатель или агентство, которое работает по созданию рекламы и так далее, он предъявляет те требования, которые предъявляет. Вот, поэтому, прежде чем решаться на какую-то работу, очень важно поговорить с людьми, которые в этой работе фактически работают, из чего их работа складывается. Вот, это первая просто такая гигиена при выборе профессии. Вот, но самое главное, мне кажется, что сейчас нужно понять в рамках ваших этих внутренних переживаний, колебаний и так далее, значит, вы накопили чувство какой-то своей неудовлетворенности в работе. Это не связано напрямую с работой, это связано с академической средой, в которой вы заведомо чувствуете себя в проигрыше, потому что женщина, которой еще нет 40 лет, вообще, в принципе, как вы видите по практике других, видимо, людей в вашей сфере не имеет шансов на какую-то самореализацию. Вот, значит, я не знаю, насколько это так, но вполне возможно, что это когнитивные искажения. Когда-то женщины пришли во все сферы, где их раньше не ждали. Не уверен, правда, что в отечественной политологии такая реформа возможна, но важна ваша мотивация, почему вы отказываетесь от работы. Вы отказываетесь не потому, что она вам неинтересна, не потому, что вы не можете в ней развиваться, а потому, что в рамках избранной вами стратегии реализации себя в этой, на этой работе, вы действительно, ну, сталкиваетесь с какими-то сложностями. Это не значит, что вы должны менять сферу деятельности. Значит, это я просто как замечание говорю для того, чтобы вы как-то увидели, что на самом деле у вас может быть совершенно еще какой-то другой функционал, вовсе не обязательно, который использует ваше знание, ваши компетенции, ваше знакомство и так далее. А вовсе ваш нетворкинг, да, вот, а вовсе не та академическая карьера, которая вам кажется недостижимой. Здесь тоже бы я разобрался в том, что вы сейчас уже совершаете свои выборы, потому что экзамены отцу и научному руководителю и так далее вы в свое время уже сдали. В целом, это, эту страницу можно легко переворачивать. Значит, поиск работы реальный, это поиск рабочего места. Значит, рабочее место предполагает, что вы будете производить что-то, что нужно соответствующему работодателю. Когда у вас возникает интерес к какой-то сфере, нужно активно мониторить рынок на предмет того, какие в принципе есть должности и направления работы в рамках этого дела. И после этого, вот, соответственно, с этими должностями разбираться, потому что жить вам придется не в направлении. Вы же сейчас живете в политологии, хорошо, но вы страдаете-то не от политологии, вы страдаете от того, как устроена система, в рамках которой вы должны этим заниматься. Точно так же и так получится. Вам нравятся образы, потом вы окажетесь в системе, которая как-то этим занимается. Вы снова скажете, все мне разонравилось, но вам на самом деле разонравится система. Вы должны найти ту систему, в которой вам будет комфортно реализовывать свои навыки, умения и так далее. И это совсем другой способ постановки вопроса. Ну вот, но относительно, как бы, дизайнов, я тут должен, конечно, вас разочаровать. Уже сейчас все активно используют все эти новые генеративные модели. Вот, и рынок дизайна сейчас будет сужаться, как шагреневая кожа. Вот, и то, что касается дизайна в том виде, в котором вы сейчас о нем думаете, скорее всего. Вот, это главная убывающая профессия. При этом поразительно, но политология, наоборот, сейчас потенциально очень важная профессия. Потому что вопрос организации массы людей, вопрос организации сообществ, в обществе, в котором нарастает цифровой аутизм и отсутствует единое информационное пространство. Изменение экономических рычагов, структурирование, значит, общественных отношений и так далее. Все это невероятно большие вызовы в вашей сфере. Может быть, в рамках вашей, как бы, академической системы это не очень удачно. Но это не значит, что вы не сможете найти возможности заниматься, потому что на это сейчас будет спрос. Вот на дизайнеров спроса не будет, потому что генеративные модели Дали и ее модификации уже сейчас рисуют рекламные баннеры, которые ничем не отличаются, а иногда и превосходят работы дизайнеров. Значит, это еще шаг, чтобы у нас это, как бы, все радикально изменилось в этом направлении. Но это область ваших интересов. Сейчас только может быть хобби. Работать с образами, думать благодаря образам и так далее. Это то, что оправдано. Но с точки зрения работы, такого заказчика больше не будет на вашу потенциальную услугу. А вот в области управления людьми, вот это то, что я пишу, в этом духе времени. Тут как раз открываются огромные перспективы, включая компании, включая разные структуры и так далее. Все это сейчас будет очень важным вопросом актуальным. Спасибо вам огромное. Это было очень вдохновляюще. Я ни от кого не слышала настолько подробного и глубокого разбора, Андрей Владимирович. Это прямо спасибо. Ну, да. На самом деле я исхожу здесь из того, что если мы сталкиваемся с какими-то сложностями, наша задача первая, их разъять на максимально понятные и ясные элементы. И то, что я делал, я сейчас просто, вот ваш внутренний нарратив, я его просто попытался чуть-чуть раздвинуть. И за счет того, что есть когнитивные искажения, того, что не всегда то, что мы называем, как-то соответствует тому, как мы называем. Мы называем, значит, не всегда, что любая деятельность состоит из нескольких этапов, а мы смотрим, как правило, на первый, там и так далее. То есть в целом это не простые, то есть не сложные, а достаточно простые техники, которые позволяют расширить. И после этого понимание приходит к вам само естественным образом, потому что вы просто начинаете видеть не свой нарратив, а вот как бы возможности, которые в мире есть. Да, я поняла, спасибо. Да, спасибо вам большое. Ага, счастливо. До свидания. Счастливо. Так. Ну что, дорогие друзья, если мы говорим про когнитивные искажения, то понятно, что мы, ну вот, например, поскольку вы знаете, уже вот приведу, вот ошибка выжившего, да, была ли она в предыдущей ситуации? Была. Потому что есть представление о том, что есть дизайнеры, которые достигают невероятных успехов там и занимаются. Я вам честно скажу, я знаю о многих таких брендовых дизайнеров, которые, мягко говоря, давно не работают руками, потому что они работают тем, что они уже давно не дизайнеры, а организовали кучу дизайнеров и, значит, делают себе свой личный дизайнерский бренд. Вот, поэтому, значит, да, это я отскочил в сторону, размышляя про дизайнерский бренд. Оршивка выжившего. Мы смотрим на них и говорим, боже, вот же, как я хочу жить. Но никто не видит тех подмастерьев, которые вполне возможно, чего ли даже талантливые, но которые просто сидят на другой лавочке и не имеют доступа к заказчикам и не умеют так продавать свой продукт, чтобы все вдруг думали, что это вау. И мы их не видим. Мы видим только тех, кто преуспел. И в результате нам кажется, что нам нравится, давайте этим заниматься. Дальше иллюзия понимания. Значит, обязательно обнаружение факторов. Вот, посмотреть, а вообще какой сейчас спрос, сколько сейчас платят за этот дизайн. И тут же обнаружится, что существует куча стоков, которые в основном используются и оплачивают, и легче оплатить подписку на сток, то есть на большой пул изображений, и просто брать их оттуда. И все, кто только кому ни по пути, работают на том, что они используют картинки, созданные, значит, где-то искусственным интеллектом, где-то безымянными дизайнерами, фотографами там и так далее, и так далее. Поэтому это следующее когнитивное искажение. Вот, и дальше оказывается, что работа-то фриланс, это фриланс, что надо бегать за работой сейчас дизайнером. Вот, или надо иметь имя, надо называться условным каким-нибудь покрасным лампасом, лебедевым или там еще кем-то. И после этого, как бы, и то за вами никто не будет бегать. Вот, ну, как бы, по крайней мере, вас будут слушать, что уже шанс так развиться. Вот, и недооценка бездействия. То есть, на самом деле, фрустрация, связанная с неуспешностью в карьере, в деятельности, значит, она вполне может быть объяснимая там и так далее. Но она же приводит к тому, что я начинаю от себя отодвигать работу и никуда не двигаюсь. И я здесь не совершаю революции, там, где, собственно говоря, есть моя профессиональная компетенция. И здесь я не действую в полной мере, потому что нет у меня понимания того, кто может быть потребителем моего продукта. Да, в общем, все это когнитивные искажения, дорогие друзья. И вот как только вы просто научаете свой мозг их видеть, он у вас их будет вам подсказывать, их решение. Вот для чего, собственно говоря, я этот проводил. И приглашаю вас, соответственно, на курс, который у нас сейчас стартует по мастеру мышления. Но отвечаю на вопросы. Значит, вопрос, который вы задавали в сути вещей. Александр спрашивает, а можно ли, если у меня средства не позволяют самому ознакомиться с 200 когнитивными искажениями и как они работают, поможет мне такой вариант обучения, когда я сам испытываю желание на выход от иллюзий? Ну, Александр, значит, знаете, это замкнутый круг. Значит, у нас не хватает средств, потому что у нас нет идей, как их заработать. И идея рождается из мышления. Поэтому, если мы мышление не вызываем, то вряд ли. Как я вам сказал, сейчас у меня самые состоятельные люди просят обучение навыков мышления. Потому что сейчас все понимают, что они будут меньше зарабатывать. Я это как бы не люблю прагматический аспект. Но, поверьте, мышление – это главный инструмент увеличения собственного дохода. Нет от рук. Да, есть еще социальные навыки, нетворкинг и так далее. Но сейчас он все меньше и меньше становится быть в цене. И очень мало, что можно за счет него непосредственно сделать. Поэтому с когнитивными искажениями можно. Без заданий, без практики. Плюс мы решили, что мы будем делать этот марафон. Я буду его прямо как марафон, этот курс. Вот этот первый поток пойдет как марафон. То есть мы будем прямо каждодневно, но в таком функциональном режиме, чтобы в течение недели будем разворачивать одну историю, в которой вы будете практиковать, где-то будете выполнять задания какие-то, будете видеть кейсы героев, с которыми я соответствующие когнитивные искажения разбираю. И получать инструменты. Практиковать надо будет умение замечать и инструменты. Ну, это, собственно говоря, находится, собственно, в курсе. Так. Поэтому, ну, можно, наверное, по-своему. Я работал над когнитивными искажениями, чтобы вам не соврать, с 2018 года я открыл в рамках высшей школы методологии большой проект исследовательский, который назывался «Человеческий фактор». И одна из групп этого, значит, направления занималась как раз когнитивными искажениями. И это заняло кучу времени, значит, бесконечных баталий, ну, баталии, имею в виду, научных, вот, исследований, которые мы проводили. Ну, как бы, если вы можете профинансировать такое мероприятие, то лет через 6-7, да, 6-5, да, вы сможете справиться с когнитивными искажениями. Так, вопрос из трансляции. Интересно, каким образом можно конкурировать с ИИ. Значит, объясняю очень просто. Значит, все думают, что творческие специальности это главное отличие человека от вот этого искусственного интеллекта. Это полная ерунда. Значит, творческие вещи генеративный искусственный интеллект делает прекрасно. Вот. И это только начало, вот, все эти модели существуют, ну, по крайней мере, о них объявлено там в течение года последнего. Ну, полутора. Да, уже полутора. Вот. Значит, поэтому эта история такая. Никакое творчество, к сожалению, здесь не нам не поможет. Творческое мышление это не то. Хотя, конечно, креативность это немножко другое. Но вот я про это как на другой раз расскажу. Значит, в чем сейчас мы конкурируем с искусственным интеллектом и будем конкурировать достаточно долгое время еще. Значит, это системность видения. Значит, искусственный интеллект видит множество данных. Он и может все эти данные соотносить друг с другом, но он не может ухватить, почему эти данные объединены нами в целостность. То есть, он вот систему не видит. Он видит границы системы, но он не понимает, в чем ее суть, почему мы собрали вместе значит, вот эти составляющие и получили некую новую общность. Значит, это связано с феноменом эссенциализма от слова эссенция. Это философский термин, и потом он исследовался в психологии и получил массу как бы доказательств объяснений. Я пишу об этом в книжках. Значит, мы с вами способны вносить суть в то, с чем мы имеем дело. То есть, мы имеем дело с разрозненными фактами, и мы эти факты организуем и говорим, у человека есть личность. И дальше мы ее описываем. Но вот почему мы, например, цвет волос не включили в личность? Для искусственного интеллекта это непонятно. а если, например, эти волосы окрашенные, то мы включим это в личность, потому что это будет свидетельствовать, потому что человек пытается каким-то образом предстать перед другими. Правильно? И окрашенные волосы мы внесем в сущность личности, потому что это характеризует личность, а цвет не внесем. И почему? Потому что мы схватили суть того, о чем мы говорим, когда говорим о личности человека. Другое дело, что никакой личности нет, она величина, бог с ним. Но вот объединять в правильной целостности способен только человеческий мозг. Сможет ли это делать искусственный интеллект? Он делает, конечно, объединение и так далее, но они как бы свои, не наши. Он свои эссенции какие-то производит в сущности. И это область, в которой мы можем продолжать конкурировать. Но для этого, конечно, нужно иметь очень мощную голову, потому что прагматического интереса в сущности личности нет, а вот прагматический интерес в клиентском опыте, например, есть. И для этого нужно мышление. Клиентский путь искусственный интеллект вам построит, если вы дадите ему данные. А что хочет человек получить, как результат взаимодействия с вашим продуктом, не сможет. для этого нужен человеческий мозг пока, к счастью. Поэтому у нас есть возможность конкурировать, если мы, конечно, способны, так сказать, свое мышление развивать. Так, вопросы с сути вещей. Алена меня спрашивает, чем курс мастер-мышления отличается от курса, например, красная таблетка? Ну, потому что мастер-мышления это, ну, прямо курс-тренинг. То есть красная таблетка и любые другие мои курсы, которые я делал до этого, это курсы, которые дают, ну, такое системное понимание соответствующей области человеческой жизни и деятельности. То есть на красной таблетке вы понимаете особенности взаимодействия вашего, вас с окружающим миром, что такое вы, как, кто такой вы, есть ли вы, да, значит, ну, такая, вы понимаете, что, как вы взаимодействуете с другими людьми, вы обнаруживаете в себе баги самые разные там и так далее. Поэтому это такой курс больше самопознания и обречения себя в мире. Если мы говорим про мастер-мышления, это конкретный инструментальный курс. То есть там задание, видео, задание, видео, задание, маленькое видео, задание, маленькое видео, задание, значит, ну и плюс я буду присутствовать, поскольку мы проводим это в виде такого марафона, я буду постоянно присутствовать, я буду смотреть обратную связь, отвечать, взаимодействовать со всеми, кто пойдет в первом потоке, потому что пойдет, когда следующий поток, там уже все будут отработаны, наши технологии, могут без моего участия реализовываться, а здесь, собственно говоря, я буду лично пройду все четыре модуля, которые предстоят, значит, ну, начнем мы первый, вводный, он очень важный, потому что он вообще такой, как бы, системный, а потом будут еще все детализации, ну, кто-то захочет, может пойти на них, кто-то не захочет, может не ходить, там и так далее, но вот первый, на мой взгляд, да, ну, и отличается тем, что он тренинг, то есть, и если курс вы лукаво сказали, а я эту не включу, вот, тут вам будет, так сказать, сыпаться задание, все вы будете видеть активно, функционируется, и так далее. Так, и с трансляцией вопрос, мне 51 год, может уже полтора года переживаю болезненный развод, подскажите, можете мне помочь, навык пошли, только и сможет помочь, потому что вам нужно сейчас себя пересобрать, значит, вам надо пересобрать свое представление о том, что такое ваша жизнь, ее надо все пересобрать, потому что была другая жизнь, другая реальность, и вам нужно себя найти в этой новой жизни, для этого надо, конечно, увидеть, куда вам себя, и как лучше себя в нее пристроить, вот, ну, я думаю, что такое мышление мы будем спасаться, вот, болезненность справляется антидепрессантами, налаживание жизни без депрессии, без депрессии, без, без, без мышления невозможно, вот, ну, что, дорогие друзья, тут еще куча вопросов, вот, и понятно, что было еще много желающих задать мне вопрос напрямую, вот, вот, но мы сейчас начинаем большую такую совместную работу в рамках вот нашей школы мышления «Суть вещей», вот, начинаем ее с очень интересного курса «Мастер мышления», он уже готов, поэтому мы стартуем, присоединяйтесь, будем делать эфиры, тоже будем все обсуждать, будем добиваться результатов, и поверьте, это невероятно интересная штука, это поразительные ключи к реальности, потому что они открывают прежде всего нас самих и то, что нам на самом деле нужно. Спасибо вам большое за внимание, встретимся уже на курсе, успехов вам в ваших делах. Все, пока-пока.